Цены на контроли в Крыму действует меморандум за контролем ценообразования на продукцию. Еще в сентябре минувшего года его подписали крупные торговые сетевые компании и власти республики. Как на самом деле действует договоренность, решил проверить глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. С внезапным визитом он посетил один из крупных супермаркетов. Незапланированным стало его посещение предприятия «Крымхлеб». Там он проверил работу пекарей в период действия ЧАЭС. Ежесуточно одно только Симферопольское отделение «Крымхлеба» выпускает около 70 тонн хлебобулочных изделий. Производство идет без перерыва и выходных. А в период действия режима ЧАЭС на полуострове количество выпускаемой продукции только увеличилось. Объемы производства возросли в связи с тем, что некоторые частные предприниматели остановили свое производство. И вся нагрузка легла на промышленное предприятие хлебозавода. Электричество, газ поступают к нам в полном объеме. Городских сетей нам достаточно. А в случае отключения электричества здесь на готове стоит дизель-генераторная установка. Мощности в 400 киловатт хватит, чтобы производство не останавливалось ни на минуту. Самое главное, что сохранено само предприятие, что сохранен коллектив. 700 человек все-таки имеют работу, получая деньги. Это еще их семьи. У нас есть запас по этому предприятию. В принципе, все стабильно. Объемы продукции увеличены, а вот на стоимости это никак не отразилось. Батон Крымский стоит 18 рублей 50 копеек. Уже на полках магазинов тот же самый хлеб с ценником. Не упакованный – 20 рублей, а упакованный и нарезанный – почти 27. В торговых сетях наценку устанавливают самостоятельно. За счет нее окупают затраты на аренду помещений и зарплату персоналу. Однако взвинчивать цены не получится. Для этого был подписан специальный документ. Меморандум подписан был основными сетевиками торговыми с главой республики о максимальной наценке не более 15%. Глава администрации проверил наценки не только на социально важные продукты. Ревизия коснулась буквально всего. Проверили мясо, крупы, овощи, фрукты. Это крымское? Да. 29 рублей, но нормально. Есть подорожник, есть и подсухарник. Я в марке 35, здесь 29. Цены симферопольские сравнивали с краснодарскими. Различия были как в сторону увеличения, так и наоборот. К примеру, молоко в Крыму в среднем стоит почти 45 рублей. В Краснодаре – 44-30 копеек. У нас десяток яиц – почти 66 рублей, а на Кубани – 70. Гречка, соответственно, 64 и 77 рублей. А вот в этом магазине крупа и вовсе идет по 56 рублей за килограмм. Руководство уверяет, кроме того, что они придерживаются подписанного договора, часто устраивают и собственные акции. Работаем мы со всеми крымскими производителями, стараемся заключать прямые контракты для того, чтобы миновать посредников, для того, чтобы у нас были самые достойные цены. Я считаю, что большие супермаркеты лучше придомовых ларьков. Это мое мнение. Даже если цены могут быть в чем-то выше, хотя объективно они ниже, я все равно предпочитаю большие магазины. На каждый товар есть свой покупатель. И есть где-то в магазине дешевле, здесь дороже или наоборот. Ну, смотря какая продукция. Геннадий Бахарев пообещал, подобные рейды продолжатся и дальше. Только теперь займутся магазинами у дома. По его мнению, там зачастую нарушают договоренности и предприниматели сильно завышают цены на продукты.